Мироба, с вами Илья Брежак, я живу в Мерсине, и в этом выпуске расскажу главные новости Турции за прошедшую неделю. А в конце выпуска будет конкурс. Погнали! Инфляция в Турции побила новый рекорд и составила 80%, об этом сообщило местное бюро статистики. По мнению многих аналитиков, реальные цифры куда выше. Больше всего подорожали транспортные услуги, еда, напитки и бытовая техника. Стоит отметить, что экономический кризис в Турции начался еще в 2021 году. После понижения ставки Центральным банком, курс лиры резко упал. Затем, на фоне российско-украинского конфликта, ситуация еще больше усугубилась. Власти Турции всячески стараются удержать ситуацию на плаву и убеждают население, что все под контролем. Но статистические данные говорят об обратном. Российские иммигранты массово бегут из Стамбула. При этом уточняется, что иммигранты не намерены возвращаться обратно в Россию. Большинство россиян, приехавших в Стамбул, планируют уезжать, объясняя это тем, что отдых в турецком городе и жизнь в нем — это две совершенно разные вещи. Стамбул оказался слишком другим, чем его представляли, и дорогим городом. Одна часть иммигрантов, сравнивая цены, собирается лететь дальше в Европу, потому что разница небольшая. Другая часть рассматривает остальные города Турции, преимущественно на Средиземноморском побережье. И также известно, что большинство россиян, покинувших Россию после 24 февраля этого года, поселились именно в Турции. В данной таблице видны страны, куда больше всего релацируют россияне. Турция лидирует с большим отрывом — почти четверть от всех иммигрантов. На втором и третьем месте — Грузия и Армения. Чуть больше 23 и 15 процентов соответственно. 43 процента всех опрошенных планируют остаться в этих странах. 18 процентов планируют уехать дальше. 35 процентов — в замешательстве. И только 3 процента планируют вернуться в Россию. В 2022 году среднемесячное количество российских запросов на получение вида на жительство в Турции выросло аж на 366,14 процента. По сравнению с этим же показателем в прошлом году. По этим же данным, в июне 2022 года количество запросов россиян на получение вида на жительство в Турции было почти на 357 процентов выше, чем в июне 2021 года и на 775 процентов выше, чем в июне 2020 года. Турция предупредила туристов об увеличении мошенничества при бронировании отелей. Число мошенничеств с фейковыми сайтами известных отелей в Турции увеличилось. Онлайн-мошенничество находится на пике, причем туристы теряют по 2 и более тысяч долларов. Никогда не отдавайте всех средств мгновенно при онлайн-бронировании и всегда проверяйте и перепроверяйте сайты. Количество поддельных сайтов, отелей и турагентств растет невероятными темпами. Только в Мугле за одну неделю было обнаружено 26 сайтов, крайне правдоподобно имитирующих сайты известных люксовых отелей. Причем имитируют все, не только сайты, но и колл-центры с указанными на сайте телефонами. Еще один вариант — продавать неработающие отели. Например, таким образом мошенники принимали заказы на отель в Мармарисе, который недавно закрылся после пожара. В общем, будьте бдительны и покупайте путевки только у проверенных туроператоров. Далее. За второй месяц лета Анталью посетили почти 490 тысяч российских туристов. Таким образом, Россия обогнала Германию по объему турпотока в стране. За первое полугодие Россия была на третьем месте в списке лидеров по количеству иностранных туристов в Турции. Уефа все-таки оштрафовал турецкий футбольный клуб Фенербахче на 50 тысяч евро и наказал частичным закрытием стадиона за поведение фанатов, скандировавших имя Владимира Путина во время матча с киевским «Динамо». Напоминаю, что на последней игре Фенербахче с киевским «Динамо» после победного забитого мяча в ворота турок турецкие болельщики начали скандировать имя президента России на зло украинским футболистам, после чего главный тренер клуба отказался извиняться за болельщиков его команды. Далее 21-летняя Айсу Тюркаглу стала самой молодой турецкой плавчихой, переплывшей Ла-Манш между Францией и Великобританией. Она пересекла пролив, проплыв без остановок 16 часов 29 минут. Стоит отметить, что температура воды в Ла-Манше сейчас не превышает 20 градусов, а самая узкая часть составляет 33 километра. Экс-советник Пентагона Дов Закхайм предложил номинировать президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Он отметил, что Эрдоган в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций добился компромисса между Россией и Украиной по вопросу вывоза зерна через Черное море. Он смог выступить посредником в соглашении поставки зерна из портов Украины, в результате чего миллионы людей в мире не столкнутся с угрозой голодной смерти. Президент Эрдоган сделал невозможное, поддерживая хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией. Напишите в комментариях, заслуживает ли на ваш взгляд Эрдоган Нобелевскую премию мира, а мы продолжаем. 5 августа в Сочи состоялась встреча Эрдогана и Путина, которая длилась более четырех часов. Часть встречи проходила в закрытом формате. На ней президенты обсудили вопросы, связанные с энергетикой, в частности трубопровода «Турецкий поток». Обсудили целостность территории Сирии и Ливии, вопросы, связанные с транспортом, торговлей, сельским хозяйством, промышленностью, финансами, туризмом и строительством. Следующую подобную встречу главы государств договорились провести в Турции. В Турции обнаружено месторождение золота. Министр технологии и промышленности Турции Мустафа Варнак сообщил, что в провинции Чанакале обнаружен золотой рудник. По предварительным данным, его стоимость оценивается в 80-100 миллиардов долларов. Как заявляют эксперты, это однозначно положительно скажется на экономике страны. Тем временем, стоимость турецкой лиры по отношению к паре доллар-евро зафиксировался на отметке 17 лир 91 куруш. А рубль по отношению к лире немного подешевел и держится на отметке 3 рубля 38 копеек за одну лиру. На территории Средиземноморского побережья в ближайшую неделю сохранится стабильно жаркая погода. Температура воздуха в среднем не превысит 37 градусов по Цельсию, но из-за влажности, по ощущениям, температура будет на уровне плюс 43-45 градусов по Цельсию. Защищайтесь от солнца и берегите себя. На сегодня это все, а теперь конкурс. Если вам понравился такой формат выпуска, то первое, поставьте лайк этому видео, а второе, напишите в комментариях, чем именно нравится такой формат. Победителю конкурса за самый интересный комментарий я отправлю футболку из Турции. Спасибо, что досмотрели до конца, не забудьте поставить лайк, переходите смотреть другие ролики на канале и увидимся в следующем выпуске. Гереширюс! Субтитры подогнал «Симон»!